Посмотрим на примере, как можно создавать группы и как можно использовать группы в нашей повседневной работе. Для этого зайдем на нашу виртуальную машину тестовую и запустим оснастку активной директории юзера и компьютера. Это также можно делать при помощи командной строки или при помощи PowerShell. Диспетчер серверов, как обычно, средства, пользователи компьютера активной директории, наш домен и создать группу очень просто. Мы выбираем организационную единицу, кликаем на ней правой мышкой «Создать группу». Другой способ. Выбираем организационную единицу и в ней, в правой области, на белом пространстве, кликаем тоже правой мышкой «Создать группу». Создадим ее с названием, например, «Пользователи, которые будут иметь доступ к нашему ресурсу доменной машине Windows XP». И вторую группу, которая будет иметь доступ к клиентской машине Windows 10, которую мы присоединили к домену немножко раньше. Нужно обратить внимание на вот эти пять опций при создании группы. Вот эта опция, которая сейчас по умолчанию, она наиболее часто используется при создании группы. То есть, область действия глобальная и группа безопасности – это наиболее часто используемая схема. Напомню, что группа безопасности – это тип группы для доступа к ресурсам, а группа распространения – это тип группы для имейл-рассылок, которые в основном используются в Exchange. Дальше. Локальная в домене область действия группы – это, как следует из названия, группа сугубо, которая распространяется в домене, в одном домене, в котором она создана. Глобальная – это в нескольких доменах, и универсальная – в доменах с глобальным каталогом. Итак, создадим группу, например, назовем ее Windows XP. Это будет локальная в домене. То есть, Microsoft всегда рекомендует непосредственно группы, которые имеют доступ к непосредственно ресурсам, создавать локальными в домене. И в них уже добавлять группы с пользователями, которые будут иметь доступ к этим ресурсам. То есть, мы создаем ресурс, потом создаем локальную группу, которую привязываем к этому ресурсу, а потом создаем глобальную группу, которую привязываем к локальной группе, скажем так. Вот такая сложная схема. Ну, в реальном мире часто делают просто. Создают глобальную группу, группу безопасности, и привязывают ее сразу к ресурсам. Мы создадим локальную группу в домене, назовем ее Windows XP. Да, я уже создавал такую группу, поэтому она есть. Но вот, собственно, группа создается вот так. Да, я вот уже ее где-то создавал. Вот. Нет, не здесь. Вот, кстати, пример, почему следует группу создавать не в организационной единице, а создать отдельно какой-либо организационной единице, создать отдельно организационную единицу или контейнер для групп, сугубо для групп. Вот я создал группу, контейнер, организационную единицу, прошу прощения, для групп. И можно ее вынести даже прямо в корень нашего домена. Вот у нас будет в нашем домене, в корне, лежать организационная единица сугубо для групп. И создали мы две группы, которым привяжем наших пользователей. Для того, чтобы они имели доступ к нашим ресурсам. Одни пользователи будут иметь доступ к Windows XP, другие к Windows 10. На данный момент все пользователи домена имеют доступ ко всем клиентским машинам. Нам нужно разграничить, нам нужно, например, чтобы пользователь Иван Иванов входил в группу клиентской машины Windows 10. Мы добавляем его таким образом, нажав на пользователя, свойства, член групп. И вот я уже его добавил в группу Windows XP. Точно так же можно добавить непосредственно в самой группе. Берем Windows XP, свойства, члены групп. И добавляем, например, Петрова еще. Петров. Проверить имя. Вот Сергей Петров тоже будет иметь доступ к Windows XP. Ну вот, вот так как-то. В Windows 10 мы тоже можем указывать членов групп. При этом на самих ресурсах, на самих клиентских машинах мы должны зайти в оснастку группы и компьютеры и удалить группу доменные пользователи. Так как эта группа позволяет иметь доступ всем доменным пользователям. И добавить группу, например, на Windows 10 добавить группу Windows 10, на Windows XP добавить группу Windows XP. И тогда все пользователи из группы Windows XP смогут логиниться на клиентскую машину Windows XP. Как создавать и вообще иметь дело с группами при помощи PowerShell? Мы просто ищем все команды, относящиеся к группам. Например, помним такую команду, как gethelp. И пишем нам нужно найти все команды, имеющие в себе такие слова, как adgroup. Вот у нас есть несколько команд, например, newadgroup будет создавать группу, removeadgroup будет удалять группу, getadgroup будет искать информацию по определенной группе или по всем группам. Чтобы написать корректно каждую из этих команд, можно тоже посмотреть примеры по каждой из этих команд. Например, gethelp, newadgroup и примеры. Вот мы можем посмотреть несколько примеров, а конкретно три примера по созданию группы при помощи PowerShell. Вот, newadgroup, дальше указываем имя, дальше можно указать, не можно, а нужно указать, что это будет группа безопасности, то есть группа доступа к ресурсам. Дальше указать ее нужно тип группы, что это будет глобальная группа. Можно также добавить описание группы, description. И можно указать путь в активной директории к этой группе, то есть указать непосредственно организационную единицу, в которой будет находиться эта группа. И не забываем, что изначально, когда мы создаем группы, нужно продумать механизм именования групп, чтобы он был удобен и практичен в администрировании. Так как можно, когда групп становится слишком много, можно легко запутаться в именовании и потом в поиске и модификации этих групп. Собственно, все. Субтитры создавал DimaTorzok